История повторяется дважды, а переписывается гораздо чаще. И я нахожу эти слова как никогда актуальными именно в наше время, когда многие пытаются переписать и изменить историю нашей страны. А все потому, что люди стали забывать свою историю. Но есть и те люди, которые никогда ее не забудут, так как являлись ее непосредственными творцами. Именно поэтому я считаю важным собрать воедино и передать их истинную историю последующим поколениям. Ведь, как говорится, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Поэтому герой моего интервью стал Анатолий Федорович Копосов. Человек, чья жизнь, судьба и дела прочно влились в истории города, комбината и страны. Здравствуйте, Анатолий Федорович. Здравствуйте. Я уже это место, годы ссылки, конечно, не помню. Где-то в 1932-1936-1937 годах мы переехали в Курган. Отца забрали в армию в 1936 году. В военное время мы жили в Кургане. Из Кургана переехали в Ергай. Ергай – это вот Крилшенский район. Там лесоповал и все. Нас никто не бомбил. Голод был, холод. Было все. В 1946-м мы переехали сюда. Здесь был чекист. К нам прислали военных. Машины. Началась стройка. С 1949-го года. То есть с 1949-го года началась стройка самого непосредственного города? Да, непосредственно. Начали сначала строить ТЭЦ. Вроде бы так, насколько я помню. Город начинался не с поселка, а с места жительства. С места его расположения назывались они первое название. Томска почтовый ящик 5. А вот началось все это, где нашли строить жилые дома. Березки. Это сейчас там, где вот магазин «Дружба». Вот в этом районе. А почему называли «Березка»? Потому что там была «Березовая роща». И поэтому по «Березовой рощи» дали такое название? Да, народ дал такое название. Там были финские домики строили. Чекист. Вот где больничный городок там и все прочее. Его просто так и звали поселок «Чекист». Значит, там что... Тоже были свои, как бы отдельно, свои домики, свой магазин. А все чекисты стояли в бараке. Мы жили в бараке. Поселок Карамчатник назывался. У нас-то был барак старинный-старинный. Мы жили в бараке. Барак дырявый. И отец каким-то образом получил как-то выхлоп эту землю. Там не только он, там и многие. И построили свой дом. И вот там скворечник висит до сих пор. Даже сейчас. Я не знаю, на прошлом году он висит. Когда в школе учились местных, местных, чисто мере. Вот я учился с местными. Нас было всего три человека. А остальные все приезжие. И мы на них смотрели как на богатых. Я кончил школу в 1953 году. А какое высшее учебное заведение? Я кончил в ТИССИ, Томский инженерно-строительный институт в 1958 году. Здесь работал на комбинате. А кем? Инженером, старшим инженером. Руководителем архитектурно-строительного бюро. Ну то есть вы, получается, сразу после института попали на объект? Да. Я в химстрой попал сначала. Я в химстройстве, три года поработал в химстройе, в УПП. А оттуда просто перешел в химстрой. Тогда в химстрой был. И потом уже постепенно началась ваша карьера. И все, и на одном месте я так работал. А сколько лет вы проработали на комбинате? На комбинате я работал где-то, наверное, с 1961 года по 1994. Вот так вот. То есть, получается, 33 года. Я шел на работу с удовольствием. Я с работы домой не бежал, чтобы без твоей убежать. То есть вам нравилась ваша работа? Вы были ей прям вот в жилье, вовлечены? Я жил ей. Это моя работа. А коллектив? Как будто в коллективе у вас? Коллектив. Нормальный коллектив. У меня коллектив был в основном женский. Они сказали, Антон Федорович, вы, конечно, не конфетка, но лучше у вас еще не было. В коллективе вы были уважаемым человеком? Конечно, конечно. Я всех уважал. Ну, а как же? Если человека не уважаешь, значит и работы не будет. А вот вы занимались проектированием нашей стевы городской? Да, я эскизик набросал. Ну, а вот так вот, пришли и сказали, нам нужна стевы, нарисуйте. Нам сказали, да, нам дали задание. То есть, высшее задание. Да, ну, и спортивных органов. И вы просто сели, и у вас фантазия, и вы начали рисовать, творить. Да, я не один, там ноги рисовали. Ну, там целая команда была. Да. Но она вот, по вашим замыслам, она в первоначальном виде осталась? Нет. Или она по-другому потом менялась? В первоначальном виде остались пилоны и шар с орбитой. Это первоначально, как было, так есть. То есть, а все остальное потом уже менялось? А остальное, вот Северск, пилоны крайние, это уже потом. А вы можете, вот, по памяти нарисовать тот эскиз изначально, который именно был ваш? Ну, конечно. В общем, так. Было чистое поле, порядка. Сделали глыбу. Бетонную. С этой глыбью три стеллы. Три стеллы. Значит, здесь был шар и... Ну, то есть, то, что последнее сохранилось. Да, и вот это, вот это вот, и вот здесь было... Здесь было написано Томск-7. А вот чем вот вы сейчас занимаетесь в свободное от работы время, когда уже дети выросли, работая за плечами? Да чем я вот? По загранкам ездил. Да, вы пишете картины, у вас тут прекрасная коллекция картины. Вот расскажите, вот мне, я как человек тоже любящий рисовать, мне вот интересно. Ну, а что я начал перерисовать в школе, будучи во втором, в третьем классе. Вот, сначала я... У меня был альбомчик. Я рисовал писателей. Русских? Ну, русских. Суворов, Кутузов, Ленин, Сталин. То есть портреты? Портреты, да. Вот, Селькан дошел. У меня получалось неплохо. Потом институте я забросил все это. Да, Рыбакан, он был у меня полный. Я его отрезал. Рыбакан я рисовал в будущем институте. Это копия. Потом я бросил все. На пенсию пошел. Сходил, купил краски. И нарисовал вот эту картинку первую. Мне понравилось. И вы решили? Да, я дальше начал. Ну, получается, ваш любимый стиль это пейзажи или все же портреты? Пейзажи. Портреты я все собираюсь, собираюсь, но никак не соберемся. Пейзажи именно природы или городские? Нет, не меня природа. Городские мне не нужны. Города хватает из окна? Это конечно. А вот различные демонстрации, когда в городе были, вы ходили на них? Ну, а как? Конечно. С удовольствием ходили. Ну, тут как-то, понимаете, тут какой-то подъем душевный был. Никто не гонял, никто не заставлял. Сами все. А кто изготавливает транспаранты, вот с которыми вы шли? На производстве писали, в том числе и я где-то участвовал, потому что писал. А жена у меня, когда она училась на это дело, она считалась лучшей. И, видимо, решили влаги. Вышли батареи Сталина на транспаранты. И потом с ним на демонстрации еще были. Да, но это я уже слышу. Я уже наведелся. Редактор субтитров А.Семкин